Добрый вечер дорогие наши зрители! В эфире специальный выпуск посвященный проекту 16 польских историй ЮНЕСКО. Я Александр и расскажу о всех 16 проектах. Далее точка средневековый город Тарунь. Атмосферу старой части города создают средневековые здания, здесь их почти тысяча, и все они легко узнаваемы по красным кирпичным стенам. Расположение городских площадей и улиц не изменилось со времен средневековья, когда Тарунь обладал политическим и экономическим могуществом. Наиболее ценной, с исторической точки зрения, является старая часть города, а также сохранившиеся костелы, зернохранилища и ратуша. Здесь родился и сделал свое великое открытие Николай Коперник. В Таруне находится дом Коперника, каменное здание, в котором жил великий астроном, и современный планетарий, в котором можно исследовать космос и понаблюдать за происходящими во Вселенной явлениями. А еще Тарунь славится своими вкусными пряниками. Посетители могут заглянуть в музей пряника, где в воссозданной пекарне XVI века можно по традиционному рецепту самостоятельно испечь сладкий Таруньский сувенир. По результатам голосования читателей польского издания National Geographic рыночная площадь и ратуша в Таруне заняли третье место в рейтинге самых красивых мест мира. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.